Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Духовное оружие и символ победы. В Самаре отметили 80-летие легендарной седьмой симфонии Шостаковича. В новом месте новая жизнь. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила многодетную маму из Макеевки с рождением восьмого ребенка. 40 фельдшеров и сотни новых врачей. В этом году в Самарской области пополнится штат медиков. В Самарском театре оперы и балета прозвучала седьмая симфония Шостаковича. Как и 80 лет назад, музыкальное произведение исполнил Оркестр Большого театра России. Чтобы услышать легендарную симфонию победы, в зале собрались ветераны, защитники Отечества, жители неравнодушной культуры, искусству и истории своей родины. Подробности в сюжете Максима Магомедова. Трансляция премьеры из Дворца культуры имени Куйбышева велась всеми радиостанциями СССР. Симфония произвела поистине ошеломляющее впечатление на всех, кто ее услышал. Город на Волге оказался в центре культурного события мирового масштаба. Перед началом концерта на фасаде театра оперы и балета красочное световое шоу «История создания симфонии победы». Дмитрий Шостакович начал писать музыкальное произведение в блокадном Ленинграде, после чего вместе с семьей был эвакуирован в Куйбышев, где в 1942 году закончил работу. Впервые седьмую симфонию исполнил Оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Ровно 80 лет спустя она вновь прозвучала со сцены Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Великий композитор заложил всюду. И ощущение гордости, величия, трагизма, страдания и победы. Все в этой музыке. Я думаю, что эта великая музыка стала нашим духовным оружием в разгроме нацизма. И сегодня я очень рад тому, что память об этом великом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сердцах всех жителей Самарской области. В годы Великой Отечественной войны Ленинградская симфония стала символом неизбежной победы, до которой было еще далеко, но в которую все верили и ждали. 80 лет спустя, как и в день премьеры, зал театра оперы и балета был полностью заполнен. Для всех желающих услышать произведение, не выходя из дома, была организована онлайн-трансляция через систему виртуальных концертных залов. Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда возникла идея в связи с 80-летием исполнить в Самаре день в день, час в час, когда это исполнялось, эта симфония 80 лет назад, мы мгновенно откликнулись на это, отложили все дела. Да, и сегодня мы здесь, в Куйбышево, в Самаре. В театре организовали выставку, посвященную Седьмой симфонии Шестаковича. На полу разместился подиум, на котором посетители могут увидеть рассадку музыкантов оркестра. В качестве экспонатов представлены документы, фотографии и музыкальные инструменты тех лет. Дополняет выставку видеоэкраны и интерактивные стулья, прикоснувшись к которым, можно услышать аудиозаписи воспоминаний музыкантов. Есть три таких стенки, которые рассказывают о жизни Шестаковича до переезда сюда в Самару эвакуацию, в Куйбышев. О, собственно, его нахождении здесь, о быту, о работе над Седьмой симфонией. И еще рассказ о Седьмой симфонии после уже премьеры, когда она пошла по миру. В подготовке выставки приняли участие творческие жители города. Виктория Гаврилова – художник и музыкант. Ее пригласили помочь с оформлением стен. Говорит, наклеила не меньше сотни плакатов. Для того, чтобы погрузить посетителей в атмосферу тех лет, применяли особую технологию состаривания бумаги. Лично для меня, для музыкантов, самое интересное – это ноты, посмотреть протестуры, в принципе. Это самое интересное. Потом, звучащие стулья, просто послушать, что там говорится, это очень нужно сделать. Постараться прийти пораньше, например, на концерт купить билет, и прийти пораньше, чтобы послушать именно какой текст. Выставка продлится до конца марта. Увидеть ее могут все зрители, которые придут на любое представление. По словам организаторов, посетить экспозицию можно будет и бесплатно в составе группы по предварительной регистрации в социальных сетях театра. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. Определить границы территории, которая должна преобразиться. Самара претендует на грант федерального конкурса. В комиссии, которая обсуждала, какой именно отрезок города изменит свой облик, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель департамента туризма Самарской области, Артур Абдрашитов, архитекторы и общественники. К чему пришли участники встречи, расскажем в нашем сюжете. Самара решила принять участие в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия и гостеприимство». Для этого нужно представить проект будущего туристического центра города. Его границы сегодня определяла специальная комиссия, в состав которой вошли глава Самары Елена Лапушкина, заместитель министра, руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов, архитекторы, общественники, председатели ТОСов, градозащитники. Условия конкурса территории должна быть интересна для гостей города. Это необычные здания, доступные для прогулок дворы, в которые может заглянуть случайный прохожий, любопытные уголки города. Звучали предложения, что пунктом отправления должно стать место прибытия гостей в областную столицу. И хотя в Самаре немало мест, достойных внимания туристов, сделав круг под достопримечательностям, они должны вернуться в изначальную точку маршрута. Изначально предложенный нами вариант, безусловно, он логичный, безусловно, он узнаваемый жителями города. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, туристические потоки именно на этом маршруте в основном своем распределяются, но тем не менее поступили очень здравые предложения дополнительно. И сейчас просчитаем и эти варианты. Надеюсь, что наша заявка все-таки будет логичной и правильной. После того, как участники комиссии определятся с границами территории, будет сформирована заявка. Ее представят для участия в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму. Мы понимаем, что это будет важная составляющая исторического центра города Самары с наполнением его с точки зрения туристических сервисов, с наполнением будущего дизайн-кода. Тот турист, который приедет в Самару, оказавшись на этой территории, должен понимать, что она особенная, она уникальная, и она выглядит иначе, чем вся остальная территория Самары. На кону грант на внушительную сумму. В случае победы уже в 2023 году ее можно будет использовать для преображения общественных пространств на выбранной территории. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В новом месте новая жизнь. В Самаре поздравили с рождением дочери женщину, которая приехала в город в числе вынужденных переселенцев с Донбасса. В роддоме Надежду Бехтягину на выписке встречал губернатор Дмитрий Азаров, а в пункте временного размещения глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Здравствуйте, дорогая наша гость, дорогая наша мамочка. Мы поздравляем вас с двойми праздником. И, конечно, с рождением дочери в такой замечательный день. И с 8 марта. Глава Самары Елена Лапушкина встречает и поздравляет Надежду Бехтягину в пункте временного размещения. Женщина приехала из Макеевки, что под Донецком уже на позднем сроке беременности. И в Самаре успешно родила девочку накануне 8 марта. Малышка появилась на свет в роддоме больницы имени Середавина. На выписке женщину встречал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А в пункте временного размещения маму встречали и другие ее дети. У новорожденной сразу семь братьев и сестер. Ими девочки еще не выбрали. Среди вариантов София, Мария и Анастасия. Окончательное решение семья примет в ближайшее время в своем узком кругу и в спокойной обстановке. А пока им предстоит разобрать подарки с игрушками и предметами первой необходимости. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Поддержку диджитал-индустрии и сферы телекоммуникации обсудил губернатор Дмитрий Азаров с работниками отрасли. IT – одна из динамично развивающихся сфер экономики региона. Качество разработок самарских специалистов неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовке и удержании кадров. Нынешние сложные экономические условия не должны остановить дальнейшее развитие отрасли в России и Самарской области. С этой целью на федеральном уровне приняли комплекс мер. Они предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке не более 3%, отсрочку молодых специалистов от призыва в армию, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний. Кроме того, Минцифра России объявила о возможности предоставления IT-компаниям дополнительных ресурсов в виде грантов или субсидий, а также о создании собственного хранилища данных, доступ к которому будет обеспечен для всех разработчиков на территории России. Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области также продолжит поддержку компаний, работающих в сфере информационных технологий. Несмотря на календарный март, расчистка территорий, вывоз снега и противогололедная обработка не прекращаются. Как эти работы идут в Красноглинском районе Самары, проверила глава города Елена Лапушкина. В центре внимания территории, на состояние которых поступали жалобы жителей. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как содержат придомовые территории, расчищают от снега внутриквартальные проезды, тротуары и подходы к социальным учреждениям в Красноглинском районе города. Внимание уделили объектам, на которые пожаловались горожане. Так, жители нескольких домов Новой Самары недовольны своей управляющей компанией и написали обращение главе города. Елена Лапушкина провела беседу с руководством организации. Во дворах мы сначала чистим это все, вбегаем в одно место, а потом по мере поступления техники в КАМАЗах мы это выбираем. И объявления вешаем, и звоним, и раскапываем эти машины. Час поставят еще на тротуарах, очень мешает проезду вообще в принципе. Глава Самары проверила еще несколько адресов, с которых поступали обращения жителей. Так, от жильцов 52-го дома 2-го квартала поселка Мехзавод поступила жалоба на протекающую кровлю. А жители 25-го и 27-го домов по улице Красноглинское шоссе просили уделить большее внимание расчистке внутриквартальной дороги от снега. Решено, что на помощь управляющей организации придут муниципальные дорожные службы. Парковок очень много, соответственно, почистишь, люди выехали, каша. Мы стараемся где-то в среднем раз в неделю проходить, потому что дорога важная, она соединяет два больших проезда, домов много, садик и проход к школе. Все обращения, отправленные горожанами, взяли в работу. Встретилась с жителями и в Новой Самаре, и здесь на Мехзаводе проговорили. Были обращения по дворам, но часть из них уже отработана, часть в работе. Вижу истребление района, вижу истребление управляющих компаний исправить свои ошибки и недоработки. При этом глава Самары отметила, что работы по расчистке территории, вывозу снега и противогололюдной обработки не прекращаются по всему городу. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. 40 фельдшеров и сотни новых врачей появятся в медучреждениях Самарской области в этом году. Это станет возможным благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщили в региональном правительстве. Обеспечение медучреждений профессиональными кадрами, модернизация и развитие системы здравоохранения в целом. Важное направление нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе, часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В регионе действуют программы, направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В прошлом году в медучреждения региона также устроились 140 специалистов. Банк России вводит временный порядок операций с иностранной валютой с 9 марта по 9 сентября. Наличными можно снять теперь только до 10 тысяч долларов. Остальные средства только в рублях по рыночному курсу на день выплаты. Поступление доллара в страну ограничено санкциями. И это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент. Отметим, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов. То есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства наличными. Граждане могут и дальше хранить деньги на валютных вкладах или счетах. Проценты будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу. До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту гражданам. От Аляски и до Антарктиды, от Самары и до Владивостока. 10 марта отмечали день рождения первого учебника по географии на русском языке. Из-под типографского станка он вышел 312 лет назад. Вести гражданский шерифт, так называемую амстердамскую азбуку, в 1708 году распорядился Петр I. Это стало необходимым для печати светских изданий в результате первой реформы русского алфавита. Издание, которому сегодня уже более трех столетий, изучила Ольга Павлова. Двери в кладовую редких книг здесь ежедневно открываются для каждого читателя. Тысячи совершенно уникальных экземпляров 18-19 веков, а также ряд иностранных изданий 15 века. Одни книги библиотеки подарил ее основатель, губернатор Константин Грот. Другие издания собрали из авторских коллекций, пополнив фонд еще на несколько сотен произведений. Не является исключением и этот учебник по географии. Конечно, не самый первый экземпляр, который выпустили в 1710-м, отмечает заведующий отделом редких книг Анна Лычева. Но максимально точно к нему приближен. Это книга Петровского времени. Естественно, в нашей библиотеке ее нет, потому что это очень большая редкость книги Петровского времени, потому что были и маленькие тиражи, и, естественно, они просто даже не сохранились. Первый учебник по географии на русском языке вышел из-под типографского станка 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад. Инициатором издания стал Петр I. Пособие заглавили как «География» или «Краткое земного мира описание». Скорее всего, издание перевели с фламандского языка, ведь, по утверждению историков, голландцы в начале 18 века были одной из лидирующих наций в области географии. Книга форматом 10 на 15 сантиметров включила в себя 106 страниц текста и 21 страницу таблиц. В учебнике были описаны экваторы, полюса, тропики, арктические и антарктические земные круги. Кроме того, давалось представление о градусах широты и долготы. Подробно рассказывалось о политическом устройстве всех государств Европы. Примерно таким же контентом наполнен и экземпляр учебника по географии 1773 года, который хранится в Самарской областной научной библиотеке. Тут же можно, кстати, посмотреть информацию о Самаре, она уже упоминается, сколько было населения, сколько было домов, сколько церквей, ну и такое небольшое описание, чем занимались жители. Если верить данным этого учебника по географии, в конце 18 века жители Самары в основном занимались хлебопашеством и рыбной ловлей. Последней в городе на реке особенно ценилось. Рыбаки выбирали только лучшие с гастрономической точки зрения виды водной фауны. Впрочем, Волга, отмечают историки, даже в средней полосе тогда была значительно богаче. А ситровые породы в 18 и 19 веках считались вполне обыденной добычей волжских рыбаков. Рыбная продукция сдала свои позиции только в 40-х годах 19 века, другому важнейшему товару – хлебному зерну. Информацию о горах, озерах, источниках, богатствах земель Африки, Америки и Австралии. Прочесть об этом в 1710 году смог каждый житель царской России, благодаря решению Петра I упростить шрифт для печати. Дело в том, что в 1709 год Петр I ввел гражданский шрифт, то, что мы на сегодняшний день, вот эти буквы, которые мы знаем и читаем. До этого книги печатались на церковно-славянском, то есть на кириллице. И это в основном были церковные книги. Даже обучение в школах, в начальных школах, шло на церковно-славянском, и человек считался грамотным. Когда он то читал псалты, ну отдельные куски заучивались наизусть, по ним же учились писать по этим книгам. В результате Петровской реформы число букв сократилось до 38. Их начертание упростилось и округлилось. В царской России начали появляться первые книги и газеты. А в 1814 году, 208 лет назад, в Петербурге открылась первая императорская публичная библиотека. Она стала общедоступной для всех жителей нашей страны. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. В Самарской филармонии новый руководитель симфонического оркестра, итальянский дирижер Филиппо Десси. Его представила коллективу министр культуры и региона Татьяна Мордуляш. Филиппо Десси окончил консерваторию в Италии, учился в Итальянской академии дирижирования. В сентябре 2019 года переехал в Россию, в Санкт-Петербург, где стал учеником и ассистентом маэстро Фабио Мастранджелло в Государственном театре «Мьюзик Холл». Летом 2021 года принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Опера всем». Михаил Щербаков продолжит работу в филармонии в должности художественного руководителя. Кроме того, он готовит молодые кадры на площадке Самарского института культуры, руководит молодежным оркестром этого института. И еще одно назначение в сфере культуры и региона. Коллективу Самарского академического театра драмы представили нового директора театра Вячеслава Торчинского. Торчинский возглавлял Министерство культуры Пермского края с 2018 по 2021 годы. В его послужном списке работа над масштабным проектом «Перм. Культурная столица Европы» и фестивалем «Белые ночи». Самарский театр драмы уже несколько лет не мог определиться с кандидатом на должность директора. В 2020 году руководящая кресла покинула Яна Егорова, проработав в статусе меньше года. После этого возглавляли театр художественный руководитель Валерий Гришко и главный режиссер Михаил Лебедев. Среди ближайших задач нового директора – организация работы театра в условиях будущего ремонта здания. Испытания для самых красивых, смелых и талантливых. В Самаре подвели итоги конкурса «Краса студенчества России». Напомним, он стартовал в столице региона 1 марта и собрал на сцене 60 участниц из 51 региона нашей страны. В финал прошли только 20 девушек, одна из которых завоевала титул победительницы. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Камила Прохова, Республика Татарстана! В самый волнующий для участницы зрителей момент Камила Прохова все еще не верит, что удостойна титула победительницы конкурса «Краса студенчества России». Когда они начали объявлять мое имя, просто фонтан слез полился из моих глаз, хотя я не очень сентиментальный и плаксивый человек, но это невероятно. Жительница Татарстана, студентка Казанского университета, обошла 20 конкурсантов, оставив за собой победное первое место. Чтобы выйти в финал, участницам пришлось не только написать орфографический диктант. Девушки демонстрировали творческие номера, сдавали экзамен на знания географических, исторических и культурных событий в жизни России. Не менее интересным испытанием стала самопрезентация. Она позволила участницам показать свой артистизм, особенности характера и темперамента. Все получилось на все 100%. Самое главное, получился очень эмоционально, драйвово, по-молодежному и, что немаловажно, очень патриотично. Все были на большом подъеме, были воодушевлены теми талантами, красотой, грацией, которые демонстрировали эти прекрасные девушки со всей нашей необъятной страны. Я, конечно же, не исключение. Это шоу прошло на одном дыхании. Ни на секунду не хотелось отвлечься ни на телефон, ни на какие-то дела. Национальный конкурс «Краса студенчества России» стартовал в Самаре 1 марта. Заявки на участие подали 250 студенток из вузов и СУЗов нашей страны. После онлайн-собеседования отобрали 60 участниц из 51 региона. Но до финала смогли дойти только 20 девушек. В жюри конкурса вошли известные телеведущие, актеры, режиссеры, театральные педагоги и спортсмены. Организаторами проекта выступили правительство Самарской области и Российский союз молодежи. Это не только конкурс «Краса» – это в первую очередь конкурс талантов, конкурс даже знаний наших девчонок, студентов, которые учатся в вузах всей страны. Это действительно, можно сказать, что весна запускается в Самаре. Весна запускается в Самаре через этот конкурс, через то настроение, которое было в зале и через те ощущения, которые мы вместе получили. Конкурс «Краса» студенчества России стал частью большого комплекса проектов, приуроченных к юбилейному фестивалю «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре в мае. Ольга Павлова, События. Как привести себя в порядок лету и обязательно ли ради этого изнурять организм диетами? 10 марта в мире праздновали День диетолога. Именно эти специалисты помогают людям в борьбе с лишним весом, а также тем, кто, наоборот, не может набрать. Многие люди стремятся придерживаться здорового образа жизни, кто-то нуждается в особой диете в силу некоторых заболеваний. Всем этим людям необходима помощь высококвалифицированного врача-диетолога. Мария Левина расскажет, как прийти в форму без вреда для здоровья. Надо понимать, что вы съели определенное количество жира, то есть либо вы в обед, в ужин что-то ограничили, либо вы пошли две остановки пешком, прошли, а не одну, как обычно. То, что поможет прийти в себя или не усугублять ситуацию – баланс. Первая медицинская заповедь – не навреди, транслируется на самого пациента. Как правило, в кабинете диетолога оказываются те, кто изрядно постарался доставить своему организму дискомфорт, например, изнуряющими диетами. Шаг влево, шаг вправо и расстрел, точнее, очередное обострение. Диета назначается по сугубо медицинским показаниям, уверены эксперты, и это индивидуально. Прежде чем врач назначит подходящий рацион питания, пациент должен пройти обследование, сдать анализы. Важно также рассчитать индекс массы тела – это соотношение показателей веса и роста человека. В норме он у женщин от 20 до 22, а у мужчин от 23 до 25. Превышение показателей говорит о проблемах с лишним весом. Тем, кто не преодолевает нижний порог, также стоит побеспокоиться и обратиться к специалисту, ведь у них дефицит веса. А вот цифрам на весах доверять не стоит. Они показывают общий вес, который может увеличиться не от количества жира в организме, а, к примеру, из-за роста мышечной массы. Статистика такова, что избыточная масса тела ожирения растет во всем мире, в том числе в России, в Самарской области. Конечно же, культура здорового питания, она приходит сейчас населению, но мы стараемся вообще во многих средствах массовой информации говорить о правильном питании, о сбалансированном питании. Мне кажется, что сейчас больше людей стало интересоваться своим здоровьем, своим питанием, как лучше, и не только своим, но и, конечно же, своей семьей, своих детей. 10 марта ежегодно диетологи по всему миру принимают поздравления со своим профессиональным праздником. Сегодня их профессия считается одной из самых востребованных в мире. Врачи-диетологи на основании персональных данных пациентов, учитывая их образ жизни, состояние здоровья, привычки, наследственные факторы, составляют индивидуальные программы питания, помогают начать здоровый образ жизни и впоследствии получить тело мечты. Мария Левина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте телеканала Самара ГИС, а также в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан.